Итак, следующий блок нашей программы это происхождение магнитных полей магнитаров. Напоминаю, что обычные звезды замагничены, есть магнитные поля у Солнца, у массивных звезд. Соответственно, когда ядро массивной звезды коллапсирует, формируя нейтронную звезду, то можно считать, что в первом приближении сохраняется магнитный поток. То есть будет расти магнитное поле, если мы представим себе ядро металлическое, которое будет коллапсировать. На его поверхности при сжатии этого ядра будет расти поле, потому что поток в первом приближении мы решили это константа, а поток это b на r квадрат. Соответственно, r квадрат, площадь такого условно представляете себе экваториальное сечение. Площадь вот этого экваториального сечения сжимается, то есть представляем себе магнитные силовые линии как линии. И вот как вот этот сжимающийся экватор сжимает эти силовые линии, растет их плотность, значит растет напряженность поля. То есть если вы стартуете с 10 тысяч, допустим, километров, ну чуть побольше будет железное ядро, но тем не менее, допустим, 10 тысяч и дожали до 10 километров. В тысячу раз уменьшили радиус, значит в миллион раз возросло магнитное поле. Если у вас было поле в ядре массивной звезды килогаусс, что вполне нормально, вы легко получаете, скажем, 10 девятый гаусс. При некоторых ухищрениях, ну и там можно взять не 10 тысяч километров, а несколько десятков тысяч, вы можете натянуть еще пару порядков. И поля типа 10 в 11, 10 в 12 можно объяснить сжатием. Но большие поля объяснить сжатием трудно. Поэтому в классических работах Данкана и Томпсона 92, 93, 95 годов был предложен механизм усиления поля. Иногда говорят о генерации поля, но вы знаете, магнитное поле всегда усиливается. У вас должно быть затравочное поле, и тут оно вообще говоря не слабое внутри. То есть повторюсь, мы стартуем с чего-нибудь типа килогаусса. А дальше вам нужно его в миллиард раз усилить. Вот это достигается с помощью динамомеханизма. Есть разные динамомеханизмы, но в основном для динамо в протонейтронной звезде важно вращение. То есть энергия вращения протонейтронной звезды будет в итоге частично перекачиваться в энергию магнитного поля. Вот это очень существенный момент. Соответственно у вас протонейтронная звезда полностью конвективна, то есть у вас есть трехмерное движение. У вас есть вращение быстрое, у вас есть конвекция меридиональная. И все вместе, будучи наложенным на затравочное поле, приводят к его усилению. Ну вот год назад впервые был проведен детальный трехмерный расчет усиления поля для достаточно реалистичной модели. Очень короткая статья, советую посмотреть. Значит, ну снизу нарисованы красивые снэпшоты. Структура поля, конечно, получается очень сложной, потому что гидродинамика очень сложная. Но суть отражена на левой верхней картинке. Соответственно у нас есть кинематическая энергия, связанная по сути с вращением, с движением вещества. И это энергия большая, то есть нарисована плотность энергии. Энергия большая, вот она чуть-чуть уменьшается, но чуть-чуть это на порядке. Вы видите, здесь очень большой диапазон по вертикальной оси. Сколько там? Почти 20 порядков по вертикальной оси. Огромный диапазон, потому что вы стартуете с маленькой энергии. Энергия для магнитного поля как b квадрат, плотность энергии идет. Соответственно вы там просаживаете на порядок, допустим, кинетическую энергию и на много порядков увеличиваете энергию магнитного поля. Соответственно синий это кинематика, красный это энергия магнитного поля вообще. Но мы хотим получить сильные дипольные поля у магнитаров, это важно. Важны, конечно, не только диполи для магнитаров, для их активности, но диполь мы тоже хотим. И это существенно. Потому что, смотрите, просто намотать большое тероидальное поле можно легко. Вот у вас было какое-то в начале поле, у вас период вращения, скажем, миллисекунда, и у вас есть 10 секунд времени, это 10 тысяч оборотов. Тероидальное поле вы можете намотать колоссальное. И во многих расчетах взрывов сверхновых, скажем, в группе Беснаута Лукогана, Геннадия Семеновича, люди давно это учитывают. Но важно не только вот это тероидальное поле, важно как это будет переходить в диполь, и вот это нужно аккуратно считать. Повторюсь, в трехмерии, насколько я знаю, это впервые было сделано год назад, опубликовано, точнее, год назад. И оранжевая линия показывает, как растет диполь. Ну, здесь там авторы существенно обращают внимание на два эпизода роста. Вот один, вот второй, это некое общее свойство, и они в статье обсуждают, нам сейчас эти детали не очень важны. Соответственно, на врезках, вот эти сегменты такие, это структура тероидального поля. На момент времени 2 секунды и на момент времени 10 секунд, и нижние снэпшоты соответствуют этим же моментам времени. Вот, но самое главное, сухой остаток. При достаточно быстром начальном вращении вы можете диполь тянуть до 10-15 градусов. Вот впервые это было показано в прямом счете, это очень важно. Конечно, это делается за счет вращательной энергии, но вот я бы сказал, в отличие от того, что говорили Данкан Томпсон 25 лет назад, даже больше уже, не нужно обязательно иметь период миллисекундный, периоды 5-6 миллисекунд тоже дают большие поля, и это довольно существенно. Ну, а на нижней картинке там показано, опять-таки, что при быстром вращении, в общем, в магнитное поле можно закачать очень большую долю энергии. Здесь ЕК, это кинетическая энергия в вращающей системе отсчета. Короче, на сегодняшний день у нас есть действующие модели того, как может усиливаться магнитное поле магнитаров, и это здорово. Естественно, задача очень сложная, там еще будет миллион кодов использоваться в ближайшем будущем. Естественно, люди будут там о чем-то спорить и не соглашаться друг с другом, но кажется, качественно это работает. Кажется, что магнитные поля магнитаров все-таки усиливаются в динамомеханизме. Обсуждалась и альтернативная идея о том, что все-таки нет динамомеханизма. И здесь стоит упомянуть два момента. Со вторым, на мой взгляд, разобрались полностью уже. С первым все-таки не полностью. Значит, первый более серьезный момент. Поскольку у нас все начинается с очень быстро вращающейся нейтронной звезды, но пусть там 5 миллисекунд, это все равно быстро, с достаточно сильного начального коля, а дальше вы ее еще вдобавок усиливаете, то вы получаете в итоге очень мощный источник энергии. И мы с вами еще посмотрим, как магнитары используют для описания свойств сверхновых гамма-всплесков и каких-то других взрывных феноменов. Соответственно, у вас есть мощный источник энергии, а многие магнитары сидят в остатке сверхновой. И Винк и Койпер попробовали посмотреть, есть ли в данных по остаткам сверхновых какие-то следы дополнительного впрыска энергии. Вы можете посчитать впрыск энергии от молодого быстро вращающегося магнитара на ранней стадии эволюции остатка. Он большой. И дальше вы можете попытаться это учесть, попытаться посмотреть, есть ли какие-то следы. Ничего они не обнаружили. И в свое время это считалось сильным аргументом против, ну не против вообще магнитарной гипотезы, конечно, а против динамомеханизма как способа генерации поля. Но дальнейшие исследования показали, что все-таки выводы трудно сделать такими однозначными, потому что вся эта история с остатками сверхновых, она, конечно, очень сложная. И там есть с чем поиграть. И в принципе можно вытянуть все таким образом, что вклад от быстро вращающегося магнитара не будет проявляться так, как надеялись Винк и Койпер. То есть я бы сказал, что они не нашли подтверждений гипотезы генерации, но я бы не сказал, что они ее закрыли. Хотя поставили некоторые важные вопросы. Вторая идея, она связана с сохранением потока. И, соответственно, вот группа товарищей, а именно Феррарио и Юкромассинг, в серии работ развивали мысль о том, что процент массивных звезд, то есть потенциальных прародителей нейтронных звезд, процент массивных звезд с сильными магнитными полями подозрительно похож на процент магнитаров. И здесь тоже высказывались идеи о сохранении потока, но я всем советую посмотреть очень маленькую заметку Хэнка Спруйта. В 2007 году она в архиве появилась, по-моему, в 2008 была в сборнике опубликована и о ушном, где как раз он показал, что нельзя брать там всю звезду, нужно брать поле в ядре, и тогда, чтобы с сохранением потока объяснить магнитные поля магнитаров, нужно предполагать, что поле в ядре гораздо сильнее, чем поле на поверхности. В общем, возникает проблема у этой модели, и я бы сказал, что сохранение потока не считается существенным таким моментом для магнитаров без усиления. Вот смотрите, вся идея может работать, и люди могут быть правы в том, что массивные звезды с большими магнитными полями это прародители магнитаров, но все равно нужно усиление. Просто они стартуют с большим стартовым капиталом, вот и все. У них начальные поля там не 10 в 11, допустим, а 10 в 12, и поэтому их проще усилить до более высоких значений. Например, вот это может быть важно. А может быть важно вращение, к чему я еще буду возвращаться. Значит, я уже упомянул мельком идею о том, что вообще говоря, может быть альтернатива магнитару. Ну, точнее как не может, а была. Действительно, на протяжении нескольких лет, ну, я думаю, десятка лет даже, довольно активно разрабатывались идеи о том, что магнитары — это не сильно замагниченные нейтронные звезды. Про это можно забыть, это то, что сдали на свалку истории. Не так часто, кстати, происходит, что прямо вот на ваших глазах там за несколько лет, или за 10, может быть, какая-то гипотеза целиком убирается. Но были бурные дискуссии, были не совсем лицеприятные разговоры во время докладов на конференции. Идея людей состояла в том, что многие формы активности аномальных рентгеновских пульсаров и параметры периода и производные периода можно объяснить присутствием аккреционного диска вокруг одиночной нейтронной звезды. Мы с вами уже говорили про фоллбэк, про возвратную аккрецию. Соответственно, идея состояла в том, что у некоторых нейтронных звезд могут возникать мощные фоллбэк-диски. И тогда что мы будем иметь? Мы будем иметь слабую аккреционную светимость. Она даст нам нужную светимость 10,34 R в секунду. Можно подобрать периоды и производные периоды, какие наблюдаются у аномальных рентгеновских пульсаров. Ну, там так по мелочам еще кое-что можно было описать в этой модели. Но самое главное, чего нельзя описать, это генерацию сильных коротких всплесков. Все-таки пересоединение магнитных силовых линий это единственный способ устроить за миллисекунды энерговыделение порядка 10,40, скажем, ракосекунды. С аккреции ничего похожего сделать нельзя. И поэтому стало ясно, что уж по крайней мере, если где-то фоллбэк-диски есть, то их надо делать поверх магнитаров. То есть от магнитаров никуда не деться. Но фоллбэк-диски это некая дополнительная опция. Вот можно просто, а можно хромировать. Вот, значит, здесь хромируют. Есть один случай довольно надежной регистрации диска вокруг одного из аномальных рентгеновских пульсаров. Это уже довольно старый результат, 2006 года. Но это явно, ну не явно, это вероятнее всего пассивный диск. Его обнаружили по избыточному инфракрасному излучению. То есть это не нечто маленькое, горячее вблизи нейтронной звезды, там заметная аккреция. А это скорее похоже на такой пылевой тор вокруг, на довольно большом расстоянии от нейтронной звезды. Так что какие-то такие интересные фоллбэк-образования могут возникать. Но кажется, что к активности магнитаров они не имеют никакого отношения. Поэтому я прям никогда больше не буду возвращаться ни к каким таким альтернативным теориям. Магнитары это нейтронные звезды с большими магнитными полями. Спорить можно о топологии этих полей, их эволюции и многих других вещах. Но о том, что есть большая магнитная энергия, которая диссипирует, спора уже нет. Возможно, один... А, это как раз тот самый фоллбэк-диск, извините, у аномального рентгеновского пульсара. Это вот 2006 года статья. Соответственно, вот у нас спектр идет вниз, как ему и полагается. А потом такой бампик на низких частотах, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, это соответствует температуре меньше 1000 кельвин. Пылевой диск довольно хорошо тут все описывается. Массу диска можно посчитать. В общем, все как бы хорошо. Большой пассивный диск. Довольно большого размера должен быть этот диск по сравнению с размером нейтронной звезды. Да, а вот еще одно гораздо более свежее наблюдение. Инфракрасный избыток у одного из объектов великолепной семерки. Соответственно, вот этот избыток можно описать тоже моделью диска. Это рассматриваемая опция, но там пока не хватает данных. Может быть там James Webb. Ну, конечно, не в первый год своего наблюдения, но когда-то людям одобрят заявку, они посмотрят еще раз на этот объект, и мы поймем, то ли это диск, то ли это туманность. В принципе, у некоторых одиночных нейтронных звезд вокруг наблюдают туманности, связанные с взаимодействием, по всей видимости, ветра частиц с межзвездной средой. И это тоже может быть объяснением инфракрасного избытка у данного объекта. Хорошо. Итак, из общих соображений, повторюсь, у нас есть понимание того, что мы сталкиваемся с сильными магнитными полями. А что у нас с более прямыми данными? Значит, первое, откуда возникла идея больших полей, это просто положение магнитаров на диаграмме ПП с точкой. И если вы, поскольку это одиночные молодые нейтронные звезды, то если вы прилагаете естественным образом магнито-дипольную формулу, вы немедленно получаете поля порядка 10-15 гаусс. Это первое. Дальше, вот о чем я уже сказал, энергия для всплесков необходимая, может черпаться фактически только из энергии магнитного поля. Пульсирующий хвост, красивый, который мы видим после гигантских вспышек, это плазма, излучение плазмы, удерживаемый сильным магнитным полем. И вы можете посчитать, какое поле нужно, чтобы удержать эту плазму. Сколько там плазмы, какие ее параметры, мы можем определить по светимости и спектру этого хвоста. Соответственно, опять-таки, все приводит к тому, что на поверхности поля должно быть 10-15 гаусс. И повторюсь, мы говорим о дипольной составляющей. Естественно, фаербол вот этот удерживается на больших масштабах, а на больших масштабах коль только дипольный. Длительность коротких всплесков, опять же, указывает на сильные магнитные поля, потому что есть характерная альвеновская скорость. Но самое главное, что все-таки есть прямые данные измерения. Прямые, естественно, в астрофизическом смысле. То есть видны спектральные детали, которые интерпретируют как протонные циклотронные линии. Мы все привыкли с детства, что называется, к электронным циклотронным линиям. И вы помните, неоднократно я говорил, что электронные циклотронные линии наблюдают у многих аккрецирующих нейтронных звезд в двойных системах. В 70-каком-то лохматом году у Геркулеса Х1 впервые была обнаружена циклотронная линия. Это все поля 10-12 гаусс. А здесь поля 10-15 гаусс. Соответственно, электронная циклотронная линия располагалась бы на очень больших энергиях, там на МЭВах. Там мы спектр строить не можем. Хорошие. Зато есть протоны. Протоны в 2000 раз тяжелее, поэтому их линии попадают в кемный диапазон при поле 10-15. И такие линии были обнаружены. Первые результаты были получены еще в 2002 году. Тогда, с одной стороны, они казались важными и поразительными, с другой стороны, не супероднозначными. Потому что, во-первых, люди обсуждали другие интерпретации для этих линий. Это могут быть и переходы в рентгеновском диапазоне. Помните, когда мы говорили о спектрах атмосферы, мы говорили, что там могут быть спектральные детали. А во-вторых, это спектр, который просто так не померяешь. Спектры получались во время вспышек. Немного спектров удавалось снять во время вспышек. И наличие линий — это, как сказать, ну не то, что результат обработки, но как вы работаете с данными имеет значение. Помните, опять-таки, вот давным-давно я говорил, что была такая статья аж в Nature, где люди заявляли, что они видели спектральную линию от одной из нейтронных звезд, и это позволило измерить гравитационное красное смещение. А потом удалось показать, что этой линии там нет. Ну так вот, как раз удалось показать, что люди, моделируя спектр, завысили значимость по сути линии. То есть есть такой фит, где хорошо появляется линия, а есть много вариантов фитирования спектра без линии, и они дают результаты не хуже. Вот. Соответственно, к вот этим результатам, которые вы видите сейчас на слайде, тоже высказывались такие претензии. Потихоньку появлялись другие примеры. Линии циклотронные не обязательно могут быть в поглощении. Вот были примеры линий в излучении. Но все это были данные с одного спутника, с RXT, и только данные во время всплеска. То есть их невозможно воспроизвести, по большому счету. Но ситуация изменилась, и потом я вам покажу другие спектральные линии, более свежие, и теперь сомнения рассосались. Магнитные поля нужны для гигантских вспышек, в том числе, и вот давайте про гигантские вспышки немножко поговорим. Соответственно, от вспышек 79-го и 98-го года, которые вы уже видели, перейдем к вспышке 2004-го года, которую единственную классифицируют, как такую уникальную гипервспышку. это ее начальный всплеск. Рост, вы видите, опять-таки, за миллисекунды происходит. Что там наверху, мы напрямую не знаем, потому что все, естественно, захлебнулось. Вспышка была жутко мощная, ее видело все, что смотрело в ту сторону. светимость, не светимость, извините, поток был в 100 раз ярче, чем у предыдущих вспышек. Но если про вспышку 79-го года, это не удивительно, она все-таки в Большом Магеллановом облаке была, то вспышка 98-го года от галактического магнитара. Это была гораздо более мощной вспышкой. Соответственно, много приборов наблюдала, много данных было получено. Что стало сразу известно? Это известный магнитар. Расстояние до него известно так себе, потому что он за центром галактики, там тяжело определять расстояние, и оно так немножко плавало с фактором двойки примерно. 15 килопарсекция, скорее дальняя граница. Были варианты там 10 парсекция, но в любом случае это за центром галактики. Сама ширина пика первого 2 десятых секунды. Поток фантастический. Это вполне себе макроскопическая величина R на квадратный сантиметр. Это много. То есть на небольшой такой кусочек, вот там на стол, за которым я сижу, джоуль прилетел. Это очень много. Энергия во вспышке, вот только в первоначальном пике, 10,46,5. Светимость в пике, ну если правильно оценено расстояние, 10,47 R, чуть больше. Дальше длинный хвост с пульсациями. Хвост такой же, как у предыдущих гигантских вспышек. То есть начальный импульс на два порядка более мощный, а энергия в хвосте та же самая. Это, собственно, говорит о том, что у вас такой же фаербол удерживается примерно таким же полем. То есть я бы сказал, это все в соответствии. Начальный всплеск вы можете делать более сильным, там больше у вас участвовало магнитного поля в пересоединении. А дальше фаербол удерживался примерно такой же магнитосферой. Совершенно поразительный результат получила группа Конус. У них было два детектора. Один на конусе Винди, который до сих пор успешно работает, и они, ну не сказать, что штампуются в ActiveNature, но часто публикуются. А второй стоял на российском короносе, и он был в тени Земли. То есть он не смотрел в сторону Стрельца, в сторону Сагитариуса, и, соответственно, не смотрел на этот SoftGum Repeater. Но было решено обработать его данные. И они увидели вспышку, слабенькую, дохленькую вспышку. И это удивительно, потому что, повторюсь, источник находится в тени. И вспышка пришла немножко позже, и, ну, по крайней мере, как мне рассказывали, собственно, Евгений Павлович Мазец сам и высказал идею, что может быть. Они посчитали задержку временную. Это сигнал, отраженный от Луны. То есть вспышка была такой мощности, что Луна, Луна вообще плохое зеркало, а в гамма-диапазоне просто никакое зеркало. Тем не менее, вспышка была такой мощности, что даже маленький детектор-конус смог зарегистрировать отраженный сигнал. И существенно, что это был единственный детектор, который в итоге не ослеп в максимуме. То есть он видел, пусть в отраженном свете, ослабленную вспышку в максимуме, что немедленно напоминает нам старую историю. Говорят, тут замечательный памятник поставили медуза с головой Персея, поскольку, как бы, если вчитаться в историю, то, собственно, получается, что медуза женщина пострадавшая, а Персея как есть негодяи. Вот. Что еще интересного удалось выявить в гигантских вспышках? Значит, и во вспышке 2004 года и 1998 года удалось обнаружить очень интересные феномены. Вначале, по-моему, это сделали для вспышки 2004 года, данные были лучше, а потом обработали данные 1998 года и удалось там тоже это найти. По 1979 году ничего не получится, слишком плохие данные. Так вот, люди построили спектр мощности для излучения в пульсирующем хвосте, причем данных хватало для построения спектров мощности для отдельных участков хвоста. И они обнаружили там квазипериодические осцилляции. То есть значимые характерные времена, но там может быть не настолько строгие, как вот четкий механический период вращения нейтронной звезды. И возник вопрос, что же это такое. Есть интересная гипотеза, что это могут быть собственные частоты колебаний коры нейтронной звезды. И тогда это очень интересно. Тогда, значит, мы получаем метод, дополнительный новый метод изучения коры нейтронной звезды. Ну вот, собственно, здесь спектр мощности показан. Вот он, значимый пик. Пик в таких нескольких, повторюсь, вот и для той, и для другой вспышки разные группы их потихоньку выявляли. К сожалению, больших физических выводов из этого сделать нельзя, потому что физика там слишком сложная. Это там сильные магнитные поля с непонятной топологией, вмороженные, ну, практически вмороженные, тем более, в коры нейтронной звезды. Вы как бы снаружи дергаете за эти магнитные силовые линии, вы возмущаете магнитное поле во время вспышки, кара откликается какими-то колебаниями такими торсионными. Ну, в общем, сложная физика, люди строили такие игрушечные модели, но дальше дело не пошло. Нужно, наверное, больше данных, чтобы была больше мотивации инвестировать время теоретиков в построение таких моделей. Что еще удалось узнать в результате этой вспышки 2004 года? К этому моменту летали и Чандра XMM, и вообще много что летало, SWIFT летал по-моему уже, а может и нет, и было много данных. Не только по самой вспышке, но и по поведению источника до вспышки и после. Главное до. После этого его специально наблюдали, а до вот как бы повезло, что был некий в хорошем смысле избыток телескопов. И удалось увидеть, как источник подходит к этому. вообще говорят, даже небольшие детекторы типа конуса показывали, что начинается очень мощный период активности, очень мощный аутберст, соответственно, вот был какой-то первый период активности, а потом вот вошел в высокий период активности, и все это закончилось вспышкой. Вспышка, напомню, в декабре произошла, в конце декабря 2004 года. То есть по большому счету еще весной группа мазится совершенно точно в одной из телеграмм, просто писала, что они наблюдают источник, вот вошедший в очень активную фазу и предполагают, что в ближайшие месяцы может произойти гигантская вспышка. И вспышка произошла. Соответственно XMM к счастью детально наблюдал этот источник за несколько месяцев до вспышки несколько раз. И они увидели всю эволюцию, скажем так, на подходе к вспышке. Вот как роспериод. В принципе ну понятно, что он должен там расти не линейно, но тем не менее виден очень резкий рост периода. Это говорит о том, что пульсар правда начинает тормозиться сильнее, то есть возрастает по модулю P с точкой. Это означает, что-то происходит в магнитосфере, происходит постепенно. То есть это не так, что жил-был магнитар, вот вы на него смотрели, он не меняется, потом бац и супервспышка. Нет, он входил в это состояние. Это непрерывный переход. Непрерывно что-то происходило с магнитосферой, что приводило к возрастанию токов в атмосфере, что приводило к возрастанию кондроматорной силы, которая тормозит вращение нейтронной звезды. Кроме этого, менялся спектр. Опять-таки, это не тепловой спектр, формирующийся в магнитосфере. Видно, что он становится жестче. Вот по вертикали на нижней панели фотонный индекс отложен, соответственно, спектр становится более жестким на протяжении лет до этой вспышки. Вот они последние XMM наблюдения перед вспышкой. Все становилось жестче и жестче. То есть, вы наполняете магнитосферу большим количеством частиц с большой энергией. И они излучают это самое излучение. Все это хорошо укладывается в модель так называемой скрученной магнитосферы. Идея состоит в том, что магнитосфера из вот такого аккуратного дипольного шарика начинает превращаться в скрученный шарик. У вас усиливаются неполуидальные компоненты, усиливаются токи. Вот в этих токах, собственно, запирается энергия. У вас скорее всего этот твист магнитосферы возникает из-за движения поля в коре. А может быть из-за движения самой коры. И этот твист нарастает до некоторого предела. После чего происходит бурная релаксация, сопровождающаяся выделением большой накопленной энергии. Рассматривались разные модели. Там вот такое скрученное поле внутри, которое потихоньку раскручивает поле в коре. Ну и соответственно внешнее магнитное поле. рассматривать другие модели, это не единственный подход. Как бы то ни было, что мы знаем, хочется сказать более-менее точно, что внешнее поле становится скрученным, оно становится деформированным. И это глобальный твист в случае вспышки 2004 года. Глобальный, потому что и меняются глобальные характеристики, и нужно в итоге очень много энергии. поэтому нужно задействовать практически все поле, всю магнитосферу. Соответственно, потихоньку это все нарастает, но вот еще раз показано одновременно, как у вас рос период, пунктир это момент вспышки, как уменьшался фотонный индекс, а потом хоп после вспышки, видите, вот она такая быстрая релаксация, как менялся поток рентгеновский, это поток, повторюсь, не связанный со вспышками, это просто рентгеновское излучение, излучение магнитосферы и поверхности, но в данном случае излучение магнитосферы в первую очередь, поскольку это довольно жесткий рентген и сильно пульсирующий, ну и темп вспышек, то есть вот он собственно такой аутберст, протяженный период активности, внутри которого произошла вспышка. Важно, что вспышка не закончила этот аутберст, в том числе и взрывное такое выделение энергии в виде всплесков продолжалось и после гипервспышки. Давайте попробуем не рухнет ли у меня powerpoint и будет ли вообще что-то играться. Не рухнет и играться не будет, да? Ну ладно, не знаю почему. Короче, это должна быть анимированная картинка, но в общем здесь идея в том, что было нарисовано и линии поля, это я сказал бы мультик, как скручивается линия магнитного поля, потихоньку меняется фотонный индекс, период, ну и что там еще, и что-то еще. Как бы то ни было, удалось пронаблюдать плавный вход, закончившийся гиперспышкой. Соответственно, разработка моделей скрученных магнитосфер после этого получила очень мощный толчок и несколько групп активно этим занимаются, по-разному это развивая. В частности, можно рассматривать не глобальное перекручивание магнитосферы, а перекручивание, связанное с поведением только части поверхности нейтронной звезды. То есть, здесь за счет движения коры или движения силовых линий в коре, то есть, реконфигурации поля в коре, вы начинаете скручивать часть магнитосферных линий и отслеживайте это вплоть до момента, когда вот этот твист теряет устойчивость и происходит вспышка. Естественно, если вы скручиваете часть магнитосферы, то получаете менее мощные вспышки и меньшее полное энерговыделение в течение аутбёрста. Но таких работ много, в первую очередь группа Андрея Белобородова активно этим занимается. что интересно, они могут при этом считать, как меняется и тепловая компонента излучения, поскольку такие модели позволяют рассчитывать, как прогревается кора. И это дополнительный способ сравнить результаты расчётов с наблюдениями, как на стадии роста твиста, так и на стадии последующей релаксации. Помните, мы видели картинки, где уменьшается температура поверхности, площадь излучающая, площадь вот этих горячих областей, ну и соответственно тепловая светимость. Что нам дают наблюдения? Наблюдения иногда показывают очень красивые эффекты. Вот наблюдения на Нью-Старе одного из магнитаров недавно, годичной недавности статья всего лишь, показали возникновение на нейтронной звезде двух антиподальных, ну то есть находящихся на противоположных сторонах, как мы ожидаем от полярных шапок идеального диполя, двух излучающих областей разной площади, но с одинаковой примерно температурой. Температура там до пары кэф доходила, это очень маленькие области, вы видите, размером со стадионом, как принято говорить в таких случаях области, и нас интересует собственно правая картинка, здесь из кривой блеска, слева показана кривая блеска спокойная и в активном состоянии во время вспышки, вот из верхней кривой блеска была вычитана нижняя кривая блеска, и тогда получается картинка, которая на правой части рисунка представлена, соответственно вот ровно полфазы между максимумами, то есть это антиподальные структуры, но разного размера, соответственно разная интенсивность, одна излучает в два с половиной раза больше, чем другая. Это хорошо тоже укладывается в модели такой магнитосферной активности скручивающихся магнитосфер. Соответственно смотрите, есть большая деятельность по изучению вспышек магнитаров, построение общего распределения по энергии, по частоте повторения, как частота повторения связана с энергией, ну и так дальше. А можно изучать вот эти периоды активности, аутбёрсты. И поскольку магнитаров много, то статистики по отбёрстам все больше, и что важно, для многих магнитаров удается увидеть несколько периодов активности и смотреть, что получается. А получается довольно хорошая зависимость. Все эти аутбёрсты потихоньку сходят на нет, то есть можно ввести характерный масштаб затухания, скажем так, эпизода активности. Но вот очень хорошо видно на правом рисунке, но это правда специально выбранный, я бы сказал, удачный пример, падение активности в течение аутбёрста. Внизу время в днях. Соответственно можно ввести характерное время, если это все экспоненциальным спадом описать, и можно оценить полную энергию, выделяемую во время этого периода активности в любых видах. Дополнительная энергия над уровнем стандартных энергопотерей мы видим неплохую корреляцию, более того, для отдельных источников корреляция тоже выполняется. Соответственно три аутбёрста одного источника красным показаны, два аутбёрста одного источника синим, еще два зеленым. И видно, что чем больше энергии, тем дольше спадает этот самый аутбёрст. Что соответственно укладывается в стандартные модели того, что происходит. Очень быстро по феноменологии пробегусь еще. Есть оптические наблюдения магнитаров, в том числе оптических пульсаций. Вообще оптические каунтерпарты есть у большого количества магнитаров. Это важно, потому что для многих расстояние, определенное по поглощению в оптике, это лучше из доступных расстояний. Но вот для самого близкого магнитара, до него меньше килопарсека, удалось увидеть пульсации в оптическом диапазоне. По всей видимости, это магнитосферное излучение, то есть это не пульсации, связанные с тепловым излучением поверхности. Хорошо. Теперь следующая важная тема, это так называемые магнитары со слабыми полями. Когда впервые эти штуки были открыты, значит, произошел некий ренессанс и оживление у сторонников альтернативной модели с фоллбэк-дисками, они радостно потрясали бумажками и кричали на конференциях вот же вы сами открыли магнитары с низким полем. Но вот мы разберемся, почему все равно потрясать им было не надо, и надо было вылить нагло ведро холодной воды, прежде чем кричать еврик. Итак, диаграмма ПП с точкой и вот они собственно два магнитара со слабыми полями. Теперь есть еще третий. Ну вот на момент появления первого обзора по этим источникам 13-го года, хороший кстати обзор, их было два. Более того, я бы сказал полтора, потому что верхний, ну это явно такой нижний хвост распределения, тот факт, что его поле на диаграмме ПП с точкой, подчеркну, ниже Швингеровского, в общем, ну такой, не сказать, что выдающийся факт. Здесь количество не переходит еще в качество, а вот для этого точно переходит. Подчеркну, что поля, которые мы определяем здесь и с ПП с точкой, кроме того, что это модельно зависимое определенное поле, это именно дипольное поле. Поэтому следовало бы, конечно, аккуратно, длинно говорить магнитары со слабыми дипольными полями. Вот. Ну вот, собственно, про это мы сейчас дальше и поговорим. Итак, первый источник этого типа открыли магнитар, открыли как нормальный вспыхивающий софт-гамма-репитер. То есть, сомнений не было, что это классический магнитар. Вот он вспыхивает. Есть период, хорошо определяемый период, меряем этот период, меряем его дальше, продолжаем мерить этот период, он не меняется. То есть, на протяжении почти трех лет наблюдений на производную периоду были только ограничения сверху. И это, конечно, скандал для магнитара. Понадобилось три года наблюдений, чтобы наконец увидеть отклонение, чтобы увидеть, что пульсар все-таки замедляется, и это дало поле 6 на 10 12 гаусс. То есть, нормальное пульсарное поле. В этом как бы проблема. Кажущаяся. На самом деле, ну давайте я сразу забегу вперед, скажу, что проблемы нет. Поля бывают не только дипольные, и мы знаем теперь, что у этого объекта сильные не дипольные поля. Просто конфигурация поля у него такая вот странная. Диполь маленький, а другие компоненты очень большие, и именно с ними связана активность. Но вообще важно это просто в голове разделять на ппс-точкой и вообще во всем крупномасштабном ппс-точкой по сути чувствительно к полю на световом цилиндре. Во всем крупномасштабном работают только дипольные поля, а для всякой вспышечной активности важны мелкие структуры. И это не какое-то чудо. Солнечные вспышки устроены так же глобальной диполю солнца порядка одного гаусса, и, конечно, такое поле никакие мощные вспышки никогда не породило бы. Работают килогаусовые поля в области крупных солнечных пятен. И здесь происходит условно похожая вещь. Хотя, в общем, не совсем условно. Многие методы, впервые разработанные для солнечных вспышек, переносятся в ряде подходов на магнитар. Так вот, все-таки прямые измерения. В итоге возможности XMM-Ньютона позволили получить очень интересные спектральные данные. напомню, что Чандра, конечно, замечательные инструменты, стоит там в несколько раз дороже XMM-а и обладает замечательным угловым разрешением, что, в частности, приводит к возможности наблюдать слабые отдельные источники, просто потому, что вы обладаете хорошим угловым разрешением. Вот и все. Вы отделяете их от фона, от соседних источников. Но у их самым Ньютона больше собирающая площадь. Они просто собирают больше фотонов. Поэтому, если у вас есть четко идентифицируемый источник, фотонов вы от него наберете много. Это означает, что вы сможете построить не просто хороший спектр, а вы сможете построить спектр для разных фаз. То есть, у нас есть вращающаяся нейтронная звезда, это означает, что она поворачивается к нам разными сторонами все время. И мы по сути можем строить спектры для разных участков нейтронной звезды, для разных участков поверхности, ну и, соответственно, для разных участков магнитосферы, которые проецируются в данный момент на лучшем зрении. Так вот, такая вот фазовая спектроскопия показала, что есть спектральная линия, сильно зависящая от фазы. Как обычно показаны два цикла, вот она эта линия, ну а тут красненьким она обведена, чтобы было виднее, о чем идет речь. То есть есть спектральная деталь, которая на некоторых фазах очень сильно себя проявляет, а большую часть периода не проявляет себя. То есть это означает, что есть какая-то структура магнитного поля, которая дает протонную циклатронную линию и соответствующая энергия под 10-15, но она занимает только часть магнитосферы. То есть это явно не дипольная такая петелька поля вблизи поверхности нейтронной звезды. Ну и естественно это можно моделировать и люди этим занимались. Соответственно вот у вас есть такая как обычно арочная структура магнитного поля большой величины диполь 6 на 10-12 вблизи поверхности существует структура условно в 100 раз более с полем в 100 раз больше. Я наверное еще раз подчеркну поскольку иногда это как-то не закрепляется в голове на уровне мгновенного понимания. Поле спадает наружу как r-куб. И поэтому вообще говоря когда вы меряете поле под циклатронной линией вы его меряете на какой-то высоте над поверхностью. То есть на поверхности поле будет еще сильнее. Более того если это не диполь то поле будет расти к поверхности быстрее чем r-куб. Но и наоборот когда я говорю что есть слабый диполь 6 на 10-12 это на экваторе он 6 на 10-12 а в области светового цилиндра который бог знает где лежит но давайте с вами подумаем световой цилиндр это c на омега омега для магнитара это единичка 2 пина период обычная единица. Соответственно световой цилиндр 30 тысяч километров. А радиус нейтронной звезды 10 километров делим одно на другое получаем 30 тысяч и теперь нам это все нужно в минус третью степень возвести. То есть естественно поле на световом цилиндре ну если я не ошибся считаю в уме там доля гаусса получается. Мы всегда все это приводим к полю на поверхности и говорим что есть диполь 6 на 10-12 и какая-то более мелкомасштабная структура в 100 раз более мощная на поверхности. Ну а дальше на разных расстояниях она будет там не в 100 раз более мощная а в конце концов более слабая поскольку будет очень быстро спадать с расстояния. еще один был открыт третий теперь их три магнитар с низким полем и для него тоже была получена спектроскопия где она вот она у меня а но это на самом деле да не для него вот не для XMM 1852 а для SWIFT ну да для SWIFT 1822 тоже есть спектральная деталь которая видна только часть фазы соответственно энергия немножко меняется когда вы смотрите под разными ракурсами меняется ширина этой спектральной детали но вот важно что она существует только долю фазы ну снова примерно там 0,2 по фазе 0,3 и это тоже связывают с структурой сильного магнитного поля негипольного вблизи поверхности что же из себя представляют эти самые магнитары с низкими полями ну скорее всего это довольно старые объекты старые по сравнению там с тысячью лет с десятью тысячами лет строились модели где возраст ну там конкретного объекта получался под миллион лет то есть несколько сотен тысяч лет это гораздо больше типичных возрастов магнитаров соответственно за это время магнитное поле сильно изменило свою структуру а как магнитное поле меняет свою структуру мы в общем знаем плохо ясно что это может происходить разными сложными способами и поэтому можно получать разные конфигурации заметьте смотрите чтобы быть магнитаром нужно не просто иметь там какое-то сильное поле в коре например нужно чтобы это поле быстро эволюционировало чтобы энергия поля выделялась то есть в общем довольно нетривиально я хочу сказать нейтронной звезде в течение долгого времени одновременно и сохранить поле и продолжать использовать энергию этого поля ну насколько я понимаю существует много еще вопросов связанных с астрофизикой и физикой магнитаров с низкими полями так что здесь много еще предстоит помоделировать понять хорошенько как они эволюционируют скорее всего у них в течение их вот этой миллионлетней жизни были большие периоды с очень низкой активностью когда энергия магнитного поля не расходовалась то есть они садились на что-нибудь типа там холовского аттрактора долго жили а потом запускались еще какие-то неустойчивости которые приводили к дальнейшей активной диссифации поля совершенно особый объект это центральная нейтронная звезда в остатке RCW 103 изначально его открыли именно как центральный компактный объект тогда их так не называли открыли его давно это это был так называемый телескоп имени Эйнштейна имени Эйнштейна потому что он запущен по-моему был в 1979 году и это был первый рентгеновский телескоп с фокусирующей оптикой соответственно вот удалось разглядеть точечку в центре остатка сверхновой стало ясно что это интересный объект там всякие интересные модели строились по поводу этого источника а дальше вот с ним начали происходить прям чудеса во первом у этого источника был обнаружен период вращения скажем так был обнаружен период и период 6,7 часа и потом было показано что это вероятнее всего период вращения это конечно фантастически интересно ясно что это был какой-то относительно короткий эпизод очень быстрого торможения молодой нейтронной звезды взаимодействующих с окружающим веществом представить себе еще какой-то механизм быстрого поскольку возраст остатка там тысячи лет быстрого торможения нейтронной звезды до такого длинного периода невозможно это было первое интересное открытие и было интересно что это за объект скажем да дальше этот объект показывает очень интересную переменность в рентгеновском диапазоне на большом масштабе времени то есть он вдруг мы видим от него только тепловое излучение видели на тот момент только тепловое излучение и вдруг он становится гораздо горячее и излучает гораздо больше это удалось я сам не помню есть ли у меня слайды по этому поводу нет значит были в предыдущих лекциях это удалось промоделировать опять-таки людям из питерского физтеха но из другой группы каурову саша каурову и каминкеру удалось показать что это можно описать используя диссипацию такую взрывную диссипацию сильного магнитного поля в корене тронной звезды то есть тогда нам казалось что это спрятанный магнитар магнитар чье поле было завалено и в итоге сильное поле сосредоточено в коре нейтронной звезды мы видим всякие тепловые эффекты связанные с корой но не видим внешнего проявления этого сильного магнитного поля а потом начались всякие чудеса вот на верхней картинке собственно показано как после одного из таких эпизодов энерговыделения в коре потихоньку падает светимость источника ну соответственно он остывает вот а потом у этого объекта обнаружили вспышки нормальные магнитарные вспышки слабые и стало ясно что он еще какой-то более странный то есть есть внешнее сильное магнитное поле которое приводит к довольно мощным вспышкам не таким как вот тут показано к более мощным всплескам так что это очень интересный очень необычный пример магнитара наконец поскольку магнитары могут давать гипер вспышки то естественно предположить что их можно наблюдать с больших расстояний и ну первое которое мне приходит в голову упоминание такой возможности это статья опять-таки мазаться с авторами 82 года когда они прямо четко недвусмысленно сказали что некая заметная часть ну может быть несколько процентов коротких гамма-всплесков могут быть связаны именно с гигантскими вспышками магнитаров в относительно близких галактиках и встал вопрос о поисках вообще внегалактических всплесков магнитаров первое что можно было сделать это искать всплески в архивных данных в первую очередь в каталоге БАЦи в самом большом на тот момент открытом каталоге гамма-всплесков что можно было найти можно было найти или избыток всплесков в направлении на скопление галактик в первую очередь на скопление в Дееве потому что можно посчитать что даже гипервспышка не видна с расстояния больше стами к БАЦи ну а собственно БАЦи вообще там едва видел с расстояния Вирга но мог а кроме того можно было поискать всплышки в направлении галактик с мощным звездообразованием соответственно там большое звездообразование большой современный темп сверхновых это означает много молодых нейтронных звезд ну если доля магнитаров не меняется то много молодых магнитаров поэтому вспышки происходят там не раз в 30 лет как в нашей галактике чуть почаще ладно не раз в 10 допустим лет как в нашей галактике а раз в год такие поиски были проведены ни к чему это не привело то есть никаких однозначных избытков не было обнаружено естественно были обнаружены всплески похожие на гипервспышки магнитаров но доказать их принадлежность к этому классу совершенно невозможно поскольку это архивные данные с довольно простенького по современным меркам детектор но к счастью с тех пор появились существенно новые и существенно более надежный результат опять-таки питерская группа но теперь уже новое поколение вот Дмитрий Фредерикс это как бы следующее поколение после Мазицы и Глинецкого Дмитрий Фредерикс сотоварищи обнаружили очень интересный всплеск из вот этот бокс ошибок он проецируется на самом деле на пару галактик это в галактике в Большой Медведице там где М82 М81 и это был первый я бы сказал такой хороший кандидат вот ноября пятого года в гнегалактические всплески магнитара проблема естественно в том что обнаружить на расстоянии несколько мегапарсек магнитар даже во время аутберста мы пока не можем то есть гипервспышку мы бы видели с такого расстояния довольно хорошо даже таким простым детектором как конус ну не простым а скажем так маленьким но вспышки со светимостью там 1041 в секунду и энерговыделением 1040 за вспышку мы не можем видеть с таких расстояний поэтому идентифицировать его трудно и уже в этом году в Nature вышла статья серия статей на самом деле где в том числе опять-таки вот питерская группа обнаружили прекрасного кандидата в гнегалактическую вспышку магнитара в известной галактике NGC 253 естественно большевики говорили что NGC 253 едва не лучший кандидат ну кстати вместе с вот этой галактикой для того чтобы искать всплески вне галактических магнитарах потому что большой темп звездообразования и вот действительно зарегистрирован замечательный всплеск оба этих всплеска пятого года и ну всплеск на самом деле зарегистрировали в апреле прошлом просто статья в Nature это не быстрое дело всплески очень похожи друг на друга по своим свойствам вот на всех графиках красные и синие это соответственно два этих всплеска они правда как близнецы и братья выглядят и при этом они похожи на гипервспышки магнитаров так что кажется действительно наступает потихонечку эра изучения негалактических вспышек магнитар ну а так магнитары как объекты с большим энерговыделением любят использовать для описания всяких феноменов с большим энерговыделением в первую очередь сверхновых идея повторюсь простая особенно в динамомеханизме Данкана Томпсона у вас рождается объект с миллисекундным периодом и большим полем соответственно по магнитно-типольной формуле у него совершенно фантастическая светимость если вы сможете заметную долю этой энергии там не всю но заметную часть десятки процентов от этой энергии излучить в сверхновой то тогда вы получите существенную прибавку к оптическому транзиенту причем что важно с понятной эволюцией то есть как замедляется нейтронная звезда по магнитно-типольной формуле мы знаем там 67-го года и эта зависимость принципиально отличается от зависимости скажем радиоактивного распада и вы можете находить кривые блеска сверхновых где во-первых есть след дополнительного энерговыделения а во-вторых эволюция этого дополнительного источника не соответствует экспоненциальному закону свойственному радиоактивному распаду и тогда вы кричите ура и публикуете статьи где вы данные по соответствующей сверхновой описываете именно в магнитарной модели ну вот слева теоретические картинки справа они сопоставлены с реальными данными и вот если сверхновая 2008 года здесь я бы сказал явные такие отклонения от того что предсказывает модель эволюции поля то сверхновые 2007 года красненькими здесь все гораздо лучше и вот тут мы видим пример кандидата естественно мы не уверены что магнитар является источником энергии но мы видим пример хорошего кандидата в то что магнитар дает дополнительный вклад в оптическую светимость сверхновой на масштабе времени вот там порядка года вплоть до года и там может чуть побольше у других сверхновых это довольно такая существенная штука здесь конечно есть много всяких но которые часто бывают в астрофизике то есть одно дело это заметить вот то что я вам сказал что есть дополнительная энергия у вас есть величина собственно этой энергии p квадрат на 8 пи умножить на 4 третьих пи р куб у вас есть эволюция этой энергии у вас есть магниты дипольная формула вы все это можете посчитать да ну собственно можно считать что магнитная энергия на масштабе года не диссепирует сильно и просто использовать магниты дипольную формула вот и все хорошо получить порадоваться написать статью в Nature но вообще говоря конечно для доведения до ума вам необходимо построить реальную физическую модель где вы покажете как вы энергию как вы потери вращательной энергии которые связаны вы помните в основном не с электромагнитным излучением даже а с ветром реликвидических частиц будете с высоким КПД трансформировать в оптическое излучение это очень нетривиально вот у Сергея Ивановича Блинникова молодые сотрудники пробовали строить такие модели и они сталкивались с трудностями соответственно там рабочим моментом было то что у них не получается это сделать то есть соответственно они высказывали сомнения что магнетарные модели в итоге справятся с описанием кривых блесков сверхновых когда мы перейдем на следующий уровень детализации на уровень построения реальных моделей но пока это я бы сказал открытый вопрос интересно что поскольку в магнитно-типольную формулу входят если вы помните в правую часть омега в четвертый B в квадрате то есть вот слева у нас и омега омега с точкой а справа μ квадрат омега в четвертый ну и всякий коэффициент c куб внизу то что частота входит в четвертой степени говорит о том что она вообще говоря важнее и действительно для описания многих сверхновых вам нужны не столько большие поля сколько короткие периоды вращения то есть вот периоды вращения типа 1-2 миллисекунды это актуальная штука а поля 10-15 гаусс неактуальная штука но вот на правой панели это особенно видно значит точка это конкретно сверхновая которую хочется описать и значит разные линии для периодов вращения начальных 1 миллисекунда 3 миллисекунды 10 30 соответственно и магнитных полей 10-14 10-15 10-13 но вот видно что для данной конкретно сверхновой нужно поле порядка 2 на 10 14 и начальный период 2 миллисекунды вот я бы сказал что поле 2 на 10 14 это не такая редкость как начальный период 2 миллисекунды так что быстрое вращение в общем более существенное я бы сказал ну и на левом графике это тоже видно показано как в зависимости от начального периода и магнитного поля будет устроено дополнительное энерговыделение и соответственно оно очень быстро падает в первую очередь когда вы уходите по периоду вверх есть еще интересные примеры вот меньше 2 лет назад появилась интересная статья Николая Чугая из Инасана где он моделировал одну из аномальных сверхновых где тоже кажется есть дополнительный источник энергии но довольно хитрый он как раз ведет себя экспоненциально но явно не подходит радиоактивный распад это связано со свойствами спектра этой конкретной сверхновой то есть нужно придумать как бы что-то дополнительное экспоненциальное но не радиоактивный распад и вот здесь Чугай предложил очень интересную модель естественно в результате мощного фоллбека нейтронная звезда может оказаться не на стадии эжектора как вот нужно для предыдущей модели а на стадии пропеллера на стадии пропеллера отбор вращательной энергии идет еще эффективней модели пропеллера устроены сложные их много разных но вот одно из простых описаний предложенное в 75 году Шакурой Николай Ивановичем предполагает экспоненциальное замедление вращения и соответственно вот Николай Чугай удалось прописать кривую блеска сверхновой за счет взаимодействия пропеллерного взаимодействия нейтронной звезды с окружающим веществом я бы сказал что здесь проще и энергию вращения перевести в тепловое излучение вещества так что это как бы проблема снимается но вот тоже очень интересный на мой взгляд свежий пример того как еще более такая неожиданная что ли модель связанная с магнитаром позволяет объяснить интересное свойство сверхновых естественно магнитары привлекаются и для описания некоторых особенностей у после свечения гамма всплесков у авторглоу гамма всплесков и здесь логарифм времени безусловно отложено а не время в секундах длительность всплеска порядка 100 секунд и потом речь идет о масштабе времени порядка дней вот здесь здесь опять-таки люди используют магнитарную модель для описания модели авторглоу я наверное на этом останавливаться не буду кому интересно посмотрите ну в общем соответственно идея использования быстрого вращения магнитара для подпитывания источника на стадии авторглоу это тоже вполне себе такая продуктивная идея еще одна интересная свежая работа связана с другим с другими даже интересными гамма всплесками у них наблюдался очень интересный феномен ну и там и там хорошо видно крестники это естественно данные наблюдений ну и если мы забудем собственно про эррбары то видно что светимость источника сильно флуктуирует ну и вообще говоря если мы посмотрим на эррбары я бы сказал что она знает чему флуктуирует то есть константы это все не очень хорошо описывается ну не не константы конечно а какой-то единый такой простой гладкой кривой монотонный кривой и соответственно была высказана очень красивая на мой взгляд идея что в данном случае родился прецессирующий магнитар и соответственно поскольку диаграмма направленности излучения не изотропная то мы будем видеть переменность связанную с тем что вот этот новорожденный магнитар колбасит и поэтому мы будем видеть такой интересной переменной на очень коротких временах излучения наконец в самом конце буквально пару слайдов о происхождении магнитаров здесь много чего есть неясного первая идея выделенности магнитаров была связана с тем что они являются потомками массивных звезд про это было довольно много работ был наблюдательный факт который хорошо укладывался в эту картину это присутствие аномального рентгеновского пульсара в скоплении Вестерлунд-1 это очень молодое скопление массивных звезд соответственно сейчас правда его возраст немножко пересмотрели сейчас оно стало постарше это вот мартовская статья совсем недавняя вышедшая но еще соответственно два месяца назад я бы вам сказал что свойства этого скопления таковы да кстати пересмотрели возраст пересмотрев расстояние по моему это результат связан с наблюдениями Гай соответственно как бы то ни было гипотеза не гипотеза а представление состояло в том что в этом скоплении только очень массивные звезды успели закончить свой эволюционный путь и поэтому неизбежно у данного АЭКСП прародитель должен был быть массивнее 40 масс Солнца и обсуждалась вот гипотеза массивных звезд сейчас это рассосалось и не только вот из-за мартовской статьи по Вестерлонду а помните в начале лекции в начале первой части я показывал вам остатки сверхновых в которых находятся магнетары и у них совершенно нормальная масса звезд рассчитана значит должно быть что-то еще вторая гипотеза состоит в том что магнетары рождаются в некоторых особых типах двойных систем если усиление магнитного поля связано с динамомеханизмом вам нужно очень быстро вращающееся ядро звезды а ядра массивных звезд не любят вращаться быстро значит их надо как-то раскручивать и вариантов здесь два как в известном анекдоте про красную шапочку или слияние или поглощение значит один вариант это слияние двух звезд и тогда вы заметную часть орбитального момента закачиваете в собственное вращение получившейся звезды или у вас происходит проливная раскрутка будущей предсверхновой в очень тесной двойной системе и то и другое может приводить к быстро вращающимся ядрам на поздних стадиях эволюции и это кажется очень хорошим способом делать магнетары расчеты эволюции двойных систем показывает что вроде бы там статистика сходится все как бы хорошо и относительно недавно появилась очень интересная статья на мой взгляд где люди рассчитывали эволюцию массивных звезд возникших в результате слияния есть известная звезда Тау-Скорпиона это массивная магнитная звезда обратите обратите внимание светимость больше 10 тысяч светимости солнца не больше 10 а больше 30 скорее тысяч и соответственно высокая температура то есть это никакой там не красный гигант соответственно люди строили модель где эта звезда появилась в результате слияния продукт слияния прошел довольно быструю тысячелетнюю эволюцию свалился сюда здесь мы видим эту звезду Тау-Скорпиона которая обладает сильным полем быстро вращается потом она пойдет нормальным эволюционным путем вспыхнет как сверхновая но ядро при этом может сохранить быстрое вращение есть конечно опасность что на стадии красного гиганта ядро замедлится если ядро сильно сцеплено с оболочкой но если это не так то можно получить нейтронную звезду с сильным магнитным полем и это прекрасно укладывается я бы сказал в сценарии формирования магнитаров в результате слияния звезд двойной системы это очень хорошо можно обсуждать всякие интересные системы с магнитарами но есть большие сложности для их формирования пожалуй я не буду на этом останавливаться тем более что время мое все равно уже подошло к концу значит есть интересный тип младых нейтронных звезд по всей видимости около 10% новорожденных нейтронных звезд можно классифицировать как магнитары по всей видимости немножко больше чем 10% нейтронных звезд в течение первых сотен тысяч лет скажем своей эволюции могут демонстрировать ту или иную форму магнитарной активности и такая взрывная магнитарная активность по всей видимости связана с закручиванием магнитосфер а постоянное дополнительное энерговыделение связано с диссипацией энергии магнитного поля в коре этих нейтронных звезд по магнитарам есть много всяких обзоров есть такой старый по крайней мере с вашей точки зрения классический обзор по феноменологии магнитаров 2004 года очень известный есть хорошие обзоры по разным разделам я бы сказал по магнитарам со слабыми полями по всплескам по аутберстам есть отдельный обзор вот совсем недавно в марте появился обзор по миллисекундным магнитарам я бы сказал что такое миллисекундный магнитар и зачем они нужны но если рекомендовать вообще один какой-то мега обзор то мне вот очень нравится обзор пятнадцатого года туровод занял от кому-то нравится больше обзор андрея белобородова и вики каспи семнадцатого года ну вот наверное из них можно выбирать если нужна такая свежая сводка по магнитар и о Продолжение следует...